Майка почти готова. В прошлом видео я вам показала, как выполняла разрез, чтобы он выглядел аккуратно, красиво и лежал плоско, не оттопыривался краешек. А сейчас я вам показываю узор. Обратите внимание, основная часть выполнена вертикальными контрастными полосками. Красиво, нежно и посмотрите внимательно. Вам что-нибудь этот узор напоминает? Мне он очень напоминает технику бриошь. Кто вязал ее спицами, знает, насколько это кропотливо, а кто вязал на вязальной машине, знает, насколько сложно это технически. Здесь мы самыми простыми способами имитируем такую интересную технику вязания. Можно было оставить так, но мы пошли дальше и выполнили перевитие. Помните, я вам говорила в самом начале, что изделие у нас будет двустороннее, двулицевое. У него обе стороны лицевые, но это все-таки изнанка, потому что здесь у нас обратная сторона перевития. Да, мы делали косые перевития и, как обычно, на изнанке они получаются очень невнятными. Узор как бы размывается на месте перевития, и вот получаются такие вот как узелочки. Можно было оставить так, тоже очень красиво, интересно, привлекает внимание. И, учитывая, что они идут четко в шахматном порядке, видно, что это не брак. Это действительно узор. Но выглядит, ну, скажем так, несколько по-магазинному, может быть, формально. Поэтому я предлагаю немножко оживить, скажем так, одомашнить этот узор. Если у вас есть какие-нибудь бусики, подходящие по размеру, которые вам не жалко разрезать, бусины, бисер, бусы. У меня есть старые бусы, которые лежат без дела, и их вполне можно использовать на оформление обратной стороны. Как оформлять? Вы решаете сами, что если вы хотите чуть-чуть поактивнее выполнить изделие, потому что двухцветное, немножко блеклое, немножко размытое. Его нужно сделать более ярким. Бусинки маленькие, практически незаметные, но на солнышке они будут блестеть, как капельки водички, как маленькие стеклышки, бриллиантики. Очень классный эффект. Смотрите, что у меня получится в следующих видео. И в следующем видео я вам расскажу тоже один очень интересный нюанс этого изделия, планки. В этом же видео покажу обратную сторону, какого она будет цвета, и вообще, что это за двустороннее изделие. Не пропустите, для этого подпишитесь на наш канал. Продолжение следует...